Рабочая неделя стала напряженной для люберецких огнеборцев. На тушение пожаров они выезжали семь раз. Пять возгораний зафиксированы в люберцах. В двух случаях от огня пострадали личные автомобили жителей. По каждому факту проводится проверка, проводится дознание. Если выясняется, что это поджог, это уходит, значит, сотрудникам УВД занимаются. Если это по участию пожарного надзора, соответственно, принимаются меры воздействия на данных граждан. Машины в основном здесь две причины. Либо это поджог, либо это неисправность электропроводки. В многоквартирных домах округа продолжаются работы по замене лифтов. 94 кабины уже введены в эксплуатацию. Еще 36 находятся в работе. До конца месяца их запустят в 17 домах. Люберецкие успехи в сфере ЖКХ оценила подмосковная госжилинспекция. Администрация округа выражена благодарность за предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг. Будем считать, что в этом плане у нас работа ведется, но будем оценивать, что это аванс, потому что в сфере ЖКХ у нас очень много вопросов. И самое главное, там вопросы возникают ежедневно, постоянно. Потому что городское хозяйство у нас большое и стоит задача все это удерживать на уровне. Хорошую новость для жителей Томилина приготовил Мособл ЕРЦ. В поселке открылся дополнительный офис центра. Оплатить коммунальные услуги теперь можно по адресу улица Гоголя, дом 19. Чтобы избежать очередей и сделать обслуживание жителей более комфортным и оперативным, для этого открыли еще один дополнительный офис. В первый же день было принято порядка 80 человек. То есть это очень важный момент. На совещании также обсудили другие житейские дела округа. В штатном режиме ведутся работы по зимнему содержанию дорог и общественных территорий. И продолжается благоустройство Люберец.